Неделя для жителей столицы началась с транспортного коллапса. Маршрутки не вышли на линии. Если верить данным отдела управления транспортом мэрии Бишкека, сегодня город остался приблизительно без 2300 маршруток. На линию вышли всего 30% водителей. В результате тысячи людей опоздали на работу. На остановках люди часами ждали транспорт, автобусы и троллейбусы с нагрузкой не справлялись. На дорогах образовались многочисленные пробки. Таксисты подняли тарифы в разы, превышающие реальные расчеты. С бастующими встретился вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий, который призвал водителей выйти на работу. Однако участники акции отказались, выдвинув в ответ несколько требований. От отсрочки оплаты страховки пассажиров до защиты от автоинспекторов. Игорь Потанин подробнее. Тысячи бишкихчан сегодня не смогли добраться до работы вовремя. Водители маршрутных такси без предупреждения объявили забастовку. На остановках возмущенные горожане недоумевали, что могло послужить причиной акции протеста. Добираться до работы горожанам приходилось с пересадками. Минут 20, а там стояла. Теперь пересадку сделала, смотрю, что-то с маршрутками, да, не то. Некоторые едут, но без номеров. Не останавливаются. А здесь очень забито было. Не знаю теперь, как я доберусь до работы. Сколько уже стоите? Час. Что ждут? Никуда у нас выходили? Нет. Только троллейбус. Да я-то хоть подошла, но мне уже позвонила дочка еще час назад и сказала, мама, можете выходить и пешком идти, потому что маршруток нету. Да и троллейбусов нету. Что случилось? Вообще весь транспорт стал. Ну надо тогда арбу, арбу, дешачка и вперед. Ситуацией немедленно воспользовались таксисты. На каждой остановке города тут же появились те, кто решил подзаработать на трудностях горожан. Фирмы подняли стоимость проезда на 30 сомов, чтобы привлечь дополнительные машины. Те же, кто таксует без счетчика или просто предприимчивые автолюбители, подняли стоимость проезда сразу в несколько раз. Брат, по чем довозишь? Сто сомов. По пути, да? По пути, да. Пока люди искали способы добраться до работы, муниципалитет пытался договориться с бастующими. Вице-мэр Геннадий Милицкий назвал происходящее саботажем и призвал водителей бусиков выйти на линию. Мэрия готова выслушать митингующих, но только не в форме митинга и ультиматумов, а путем переговоров. Я обращаюсь ко всем водителям, создать инициативную группу. Два, три человека отсюда, вот там пять человек. Сегодня же вечером у меня в кабинете, в присутствии ГАИ, всех заинтересованных служб, обсудить эти вопросы и начать решать. А сейчас я еще раз говорю, ребята, это ваша работа и выполняйте ее. Я прошу, чтобы все выехали на маршрут. У нас миллионный город, тихо, миллионный город. Мы должны чувствовать за собой ответственность. Если есть проблемы, подождите, а мне тоже не 18 лет. Если есть проблемы, их нужно решать. Мы готовы это делать. Сегодня же. Однако маршруточники настаивали, чтобы их проблемы муниципалитет решил незамедлительно. А требований немало. Основные из них – это отсрочка страхования пассажиров. С 1 апреля все водители бусов, как, впрочем, и таксисты, а также те, кто возит опасные грузы, обязаны застраховать пассажиров. Те, кто не получит полис, будут обязаны оплатить штраф сотрудникам автоинспекции. ГУБДД у водителей очень много претензий. Это и необоснованные штрафы, и двойные стандарты. Маршруточники недовольны тем, что за нарушения, которые допускают водители автобусов и троллейбусов, инспектора их не наказывают. В то же время с маршруток деньги требуют постоянно. Почему сотрудники ГАИ на остановочной площадке делают парковку, они там прячутся и ждут канапы, со второго ряда бус, смотрят, и посадка выспекают. Почему они разгоняют на остановочной площадке парковку, они убирают по автомашине? Они, наоборот, где-то не прячутся. Почему? Я еще раз говорю, проблема есть. Их нужно решать. Давайте делать это сообща. Вы видите, что остановки? Решаем. Недовольны водители и тем, что в городе недостаточно остановок. Речь идет о наиболее загруженных маршрутах. Свои претензии муниципалитету маршруточники высказали и с введением формы. Носить жилеты они не против, но требуют нормального качества экипировки. Я думаю, это форма хорошая. Мэрия в курсе? Добровольный мерчат. О, хорошо. Добровольный мерчат. Хорошо. День, ну, это алкан, 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 что-то закона. Я думаю... Не ради вот это дать. Главное чувство, да, бровольный дать. Оставляйте кто-то. Оставляйте, да, алкан. Все эти вопросы мэрия предложила обсудить за столом переговоров. Многие водители на условиях анонимности отметили, что готовы были и сегодня выйти на маршруты. Однако некие заинтересованные группы не давали им это сделать. Маршруточникам угрожали побить стекла, а те, кто все-таки выходил на линию, избивали. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Мэрия на уступки не пойдет. Закон в обязательном страховании принят, а значит, должен и исполняться. Такое заявление в ответ на бунт водителей распространил муниципалитет. На данный момент в Бишкеке имеются 40 фирм, занимающихся перевозкой пассажиров на 120 маршрутных линиях. Ежедневно выходит 2700 маршрутных такси. Большинство из них не застрахованы, сообщает мэрия. Частные перевозчики в нарушении обязательств, мотивируя недовольство вступления в силу обязательного страхования, без уведомления муниципалитета не вышли на работу. Хотя разъяснительные работы с фирмами-перевозчиками ранее были проведены, говорится в заявлении. Отметим, с бастующими водителями чиновники провели несколько встреч. В обед градоначальник Албек Ибраимов встретился с представителями компании. Разговор прошел при закрытых дверях. По данным пресс-службы, встреча прошла в конструктивной форме. После представители фирм пообещали провести разъяснительную работу среди водителей по поводу страховых полисов и возобновления работы. За отсутствие страхового полиса ни один штраф еще не выписан. До 9 апреля, сообщают в ГУБДД, с водителями маршрутных и обычных такси, а также перевозчиками опасных грузов, будут проводиться разъяснительные работы, чтобы они покупали страховой полис, положенный по закону 2010 года. Напомним, в конце декабря прошлого года премьер-министр подписал постановление, согласно которому с 1 апреля наступает административная ответственность перевозчиков за отсутствие полиса. Страховой полис оформляется на один год. Его стоимость зависит от вида транспорта и перевозки. Например, полис для водителя стандартного маршрутного буса на 16 посадочных мест, который ездит по Бишкеку, будет стоить около 3000 сомов в год. Для таксистов стоимость меньше. В случае отсутствия водители оштрафуют на 500 сомов, а транспорт поставят на штрафную стоянку. К бастующим в городе водителям маршруток присоединились водители большегрузных авто. На контрольно-пропускном пункте Сосновка на автодороге Бишкек-Ош выстроилась очередь из грузовых машин. Около 80 водителей бензовозов вышли на акцию. Водители требуют устранить коррупцию на дорогах, сбор средств, а также пересмотреть постановление правительства об обязательном страховании. Отметим, с 1 апреля за перевоз легко воспламеняющихся жидкости весом до 2,5 тонны годовая страховка будет стоить от 5 до 10 тысяч сомов. За перевоз более 20 тонн придется платить от 60 до 120 тысяч сомов ежегодно. На случай, если во время аварии такой груз нанесет, какой-нибудь ущерб. У нас поморы идут, там идут. Министерство танцева выпускает заранее нормы, которым невозможно нас ответствовать. И из-за этого контролирующий весоговорительный контроль на основании этих нормативных документов принуждает нас оплачивать за проезд. Мы заранее попадаем вне закона, а потом, чтобы осуществлять свою деятельность, мы вынуждены были оплачивать это. Просто финансов. Вот вид страхования опасных грузов, этот завод давно существовал. Теперь за него ввели право. Наши требования первые. Отменить введение страхования с 1 апреля до внесения изменений в закон о страховании опасных грузов. 60 тысяч сомов мы должны заплатить. Деньги на ветер называется. Второе. Разобраться в конце концов с коррупцией в Министерстве транспортной и коммуникации. Между тем, водители маршруток заявили, что пока власти не выполнят их требования, акции протеста не продолжат. Не выйдут на работу, если того потребуют обстоятельства еще несколько дней. Отметим среди требований. Отсрочить введение штрафа за отсутствие страхового полиса. Повысить тариф до 15 сомов. Отменить единую форму. Есть и вполне непредсказуемые просьбы. Разрешить посадку и высадку пассажиров вне остановок. Поворачивать со второй линии и увеличить штрафы для пешеходов. И пока водители маршруток бастуют, в столице начались акции взаимопомощи. Автомобилисты с табличками, где указаны номера маршрутов, бесплатно начали возить горожан по линиям пассажирских микроавтобусов. Идея принадлежит депутату Джооргу Кенеша от фракции Республика Атаджурд Марленуму Маталиеву. Машины, а их набралось около ста, распределили по тем районам, куда автобусы и троллейбусы не доезжают. Откликнувшимся водителям, которые не знают схему проезда, выдали маршрутные листы. Курсировать они будут с 5 до 8 часов вечера. Тем, у кого есть желание, но нет возможности присоединиться к акции, выдано средство на ГСМ. Если ситуация не разрешится, отметил Марлен Маталиев, акцию они намерены провести и завтра. В Рязанской области выясняют причины ДТП, в котором пострадали 8 наших соотечественников. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Мини-вэн с гражданами Кыргызстана врезался в электрический столб. Авария произошла накануне на 377-м километре дороги Москва-Челябинск. Травмы получили 8 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. Сообщается, что одному из пассажиров оторвало руку. Все пострадавшие доставлены в Шацку районную больницу Рязанской области. Управление МВД России не исключают, что причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима. На месте проводится совместная работа сотрудников Дорожной инспекции и следователей. Незаконно выдавали разрешение на работу иностранцам. Генеральная прокуратура завела уголовное дело на сотрудников Государственной службы миграции. Документы на ведение предпринимательской деятельности китайские бизнесмены получили сверхквоты, предусмотренные законодательством. По данным надзорного органа, разрешения на дело производства, как и список данных иностранцев, были даны лично начальникам одного из отделов миграционной службы. Таким образом, сверхквоты с нарушением лицензионного законодательства разрешения на работу получили пять индивидуальных предпринимателей. Уголовное дело передано в следственный орган для привлечения к ответственности всех виновных. Тем временем чекисты задержали наркодилеров с крупной партией сильнодействующих наркотиков, как сообщает в ГКНБ. Среди задержанных оказались организаторы Международного канала перевозок наркотиков из Европы в Центрально-Азиатские страны. Попались дилеры в Бишкеке и Чуйской области, когда сбывали синтетическое вещество альфа-ПВП. Этот вид наркотиков считается сильнодействующим психостимулятором, вызывающим неадекватную агрессию потребителей. Производство его в основном выявляют в лабораториях Юго-Восточной Азии. В нашу республику запрещенное вещество приходило из стран Европы. Подпольное игорное заведение в столице раскрыла финансовая полиция. По информации ГСБ, карточный зал был оборудован на дому. Клиентам предлагалось играть в покер на деньги. В квартире, куда и наведались с обыском финполовцы, нашли игорное оборудование, фишки и даже дилеров, обслуживающих азартных посетителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация и содержание игорного заведения», а также «Проведение азартных игр и лотереи с использованием игорного или лотерейного оборудования». Как отмечают госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, проверки, направленные на выявление аналогичных фактов, продолжаются. Министр юстиции Уран Ахметов подал в отставку. Премьер-министр направил президенту Соромбаю Дженбекову представление об его освобождении. Свой шаг Уран Ахметов, как сообщает Акипресс, назвал согласованным с премьером страны решением. Основной причиной ухода, по его словам, стало отсутствие понимания инициатив Министерства юстиции со стороны депутатов Джоргу Кенеша. Отметим, должность министра юстиции Уран Ахметов занимался ноября 2016 года. Несколько часов осталось до завершения очередной декларационной кампании. Срок сдачи документов истекает в полночь. В ГНС отмечают, что отчитаться налогоплательщикам без уплаты штрафа созданы все условия. Чтобы принять всех желающих, территориальные налоговые будут работать до позднего вечера. Сдать декларацию, кроме госслужащих и предпринимателей, обязаны в том числе и граждане, имеющие в собственности недвижимое и движимое имущество. Речь идет об автотранспорте, а также о налогооблагаемых квартирах, домах и земельных участках. Административный штраф за несвоевременное представление декларации для физических лиц предусмотрен в размере 2000 сомов. Соблюдать дистанцию и быть осторожными призывают спасатели на автотрассе Бишкек-Ош. До 11 апреля на двух участках дороги будет проводиться артобстрел лавин. К принудительному спуску снежных лавин сегодня утром приступил совместно со специалистами МЧС артиллерийский расчет Генштаба вооруженных сил и села Койташ. Работы по артобстрелу продлятся 10 дней. В связи с ожидаемыми ливнями 2 и 3 апреля на юге республики возможен резкий подъем уровня воды в реках. Чтобы избежать подтопления низин, напоминают спасатели, необходимо в срочном порядке вычистить каналы, арычные и дренажные сети. По сообщению синоптиков по Кыргызстану, сохраняется неустойчивая погода. Временами ожидаются дожди, в горных районах снег. Со 2 апреля ожидается повышение дневной температуры воздуха. 7 апреля пасмурная погода и небольшое понижение температуры. 8 и 9 апреля, временами ливневой дожди, в горных районах снег. Понижение дневной температуры до 10-15 градусов. Силы и следствия МЧС приведены в повышенный режим внесения службы. Это были все события к этому часу. Не пропустите вечерние выпуски новостей в 20.30 и в 21.30. НТС покажет.